Наблюдатели ОБСЕ, работавшие в воскресенье на месте крушения малазийского Боинга, попали под артиллерийский обстрел. Согласно официальному отчету комиссии, пострадавших нет, но один из снарядов попал в автомобиль, сотрудники смогли покинуть поле боя на второй машине. В ОБСЕ затрудняются сказать, кто по ним стрелял, но выражают обеспокоенность тем, что стали свидетелями фактического нарушения перемирия. Определить, откуда стреляет артиллерия, задача сложная и порой невозможная. В тех случаях, когда мы можем, мы в своих отчетах указываем направление, откуда велся огонь. По словам представителей ДНР, сотрудники ОБСЕ никому не сообщили о своих передвижениях и потому попали под перекрестный огонь украинских войск и сепаратистов. Еще раз, было обсуждено. Эмиссия ОБСЕ попала между огнем тех подразделений и нашим. Но об этом даже мы не знали, что они куда поедут. Миссия ОБСЕ решила поехать самостоятельно. Я объяснил, что на сегодняшний день это не Европа, в которой война идет по расписанию. До обеда поели, потом поспали, потом опять война. Это настоящая артиллерийская война, в которой нет правил, нет времени. Мы по-другому воюем, не так, как европейцы. Тем временем в Львовской области, недалеко от границы с Польшей, начались совместные учения войск Украины и 15 стран НАТО. Маневры проходят под эгидой США, а не Североатлантического альянса. В них участвуют в общей сложности 1300 солдат, в том числе 200 американцев.